В чате, кто откуда. Давайте мы все равно еще раз для проверки связи. Вы напишите мне, откуда вы. Я пойму, слышите вы меня или нет. Архангельская область, вижу Брянск, Донецк, Карелия, Тула, Омск, Орск, Москва, Казахстан, Екатеринбург, Челябинск, Пермский край, Ростовская область, Воронежская область. Судя по тому, как чат быстро бежит, значит все слышат, все хотят делиться, откуда они. Мариэл, Тамбов, Сургут, Пашкатастан, Рязань, Томск, Ставропольский край, здесь пишут. Слышно отлично. Замечательно, значит можем начинать. Иркутская область у нас есть, Ганрог. Прекрасно, коллеги. Заодно посмотрите, может быть у вас коллеги в чате случайно встретились, да? Не договариваясь пришли посмотреть вебинар. Итак, мы сегодня поговорим о достижении планируемых результатов в ГОС с помощью обучающих компьютерных программ курсу happyenglish.ru. Посмотрим очень большое количество видеозахватов. Я постаралась, чтобы все-таки они были примеры не такие статичные, раз есть такая возможность, что мы можем что-то посмотреть, как куда кликнуть, как что нажать, что появится, что получится и так далее. Вот пишут даже и Упинск с нами. Прекрасно. Итак, начнем мы с небольшого вступления, небольшой теории. Итак, электронные учебные пособия представлены в двух видах. Это обучающие компьютерные программы и электронные приложения. Что касается обучающих компьютерных программ, то это интерактивные плакаты к федеральным курсам enjoyenglish для 2-4 классов, happyenglish.ru для 2-4 классов и mili для 1-4 классов. Обучающие компьютерные программы к курсам enjoyenglish для 2-11 классов, happyenglish.ru для 2-9 классов и mili для 1-9 классов. Электронные приложения сейчас вы видите, как выглядят на экране. Две картинки у нас есть, что на них содержится на этих дисках. Аудиоприложения к учебнику, тексты записей, англо-русский электронный словарь, дополнительные тесты и визуальные материалы для проектных работ. То есть не стоит путать электронные приложения, как такие помощники для ученика и для педагога и обучающих компьютерных программ. Мы сегодня с вами будем говорить конкретно об обучающих компьютерных программах. Каковы же методические особенности ОКП? В первую очередь, конечно же, это соответствие авторской концепции курса. Во вторую, то, что тексты упражнения позволяют отрабатывать лексический и грамматический материал учебников, но при этом не повторяют тексты учебников. И, конечно же, они могут использоваться в качестве дополнительного учебного и тренировочного материала как в классе, так и дома, и комбинированно. Посмотрим на методические особенности ОКП. В первую очередь, они облегчают ввод материала. Здесь мы, конечно же, не забудем сегодня посмотреть примеры из интерактивных плакатов для вторых и четвертых классов и сами ОКП. Здесь у нас и ввод лексики, и грамматики, и правил чтения. Они способствуют отработке нового материала и облегчают контроль и предоставляют дополнительные возможности для тренировки речевой деятельности. Давайте посмотрим, что у нас написано по поводу обучающих компьютерных программ, например, книги для учителя для четвертого класса. HappyEnglish.ru Информационно-коммуникационные технологии привносят в образовательный процесс новые возможности, позволяя более активно включать учащихся в учебную деятельность. Создают реальную возможность для использования всего потенциала знаний, умений и навыков в коммуникативном контексте. Подробные методические рекомендации по работе с каждой обучающей компьютерной программой размещены на диске, что и позволяет их использовать как под руководством учителя, так и самостоятельно, а также позволяет родителям полноценно участвовать в процессе обучения. Обучающие компьютерные программы предоставляют дополнительные возможности для организации классной, домашней и самостоятельной работы учащихся, а также ее оперативного контроля. Так как мы сегодня говорим о результатах ПОВГОС, давайте мы немножечко вспомним их в общем, в примерах. Итак, личностные результаты. Это когнитивное развитие ребенка, развитие личностных качеств, доброжелательности, толерантности, любознательности, патриотизма, формирование основ гражданской идентичности, овладение навыками адаптации к динамично развивающемуся миру, развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми и так далее. Предметные результаты ПОВГОС. Представлены они следующими разделами. Это коммуникативное умение, то есть аудирование, говорение в форме диалогической и монологической речи, чтение и письмо. И языковые средства и навыки оперирования ими. То есть это фонетика, орфография, лексическая сторона речи и грамматическая сторона речи. Метапредметные результаты ПОВГОС. Примеры. Овладение способностью принимать и сохранять цели. Освоение умения решения проблем творческого и поискового характера. Использование знаково-символических средств предоставления информации. Овладение стратегиями понимания текстов разных стилей и жанров. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации. Развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся. То есть то, о чем мы сегодня говорим. Обучающие компьютерные программы как раз-то напрямую взаимодействуют с таким и такими результатами, как развитие компьютерной компетенции учащихся. Вот перед вами сейчас скриншот с обучающей компьютерной программы happyenglish.ru для девятого класса. Посмотрите, пожалуйста, так она выглядит, когда вы ее запускаете. Что мы видим? Мы видим, что здесь у нас шесть юнитов наверху, если вы обратите внимание. Мы видим замечательное меню. Давайте мы посмотрим его поближе. Что есть в меню? У нас в меню разноцветные кружочки. Каждый кружочек отвечает за свой вид либо деятельности, либо языкового навыка. Соответственно, у нас здесь grammar, vocabulary, communication, language in use, reading, language games и spelling. Это те рубрики, которые есть в девятом классе у нас. И посмотрите, для чего они нужны. В случае, если мы хотим, например, отобрать только упражнения на грамматику, допустим, со всего диска. То мы с вами вычеркиваем, нажимая на эти кружочки, остальные аспекты. Вычеркиваем vocabulary, вычеркиваем communication и так далее. Оставляем только grammar. Посмотрите, сейчас у нас с вами не выделен какой-то определенный юнит. Все шесть открыты. Вы видите, что ползунок находится в самом верху. То есть большое количество упражнений можно было бы протащить в ползунок, если бы это не был бы скриншот, направленных на обучение грамматики. Вот, пожалуйста, так выглядели бы упражнения, если бы мы открыли с вами второй юнит. То есть, например, во втором юните, do good clothes open all doors, мы видим, что здесь упражнения 7, 8, 9, 10, 11, 12 посвящены грамматике. Мы это не методом поиска, мы это не рыли по всему диску, мы просто выбрали то, что нам надо, кликнули, и компьютер сам нам все отобрал и вывел. Есть возможность распечатать результаты выполнения упражнений. Замечательная возможность. В первую очередь мы можем, как минимум, посмотреть с экрана компьютера. Мы можем посмотреть, кто, насколько, да, ученик даже сам может, конечно же, посмотреть, насколько он выполнил то или иное упражнение, насколько он вообще справился с разделом practice, с разделом test yourself, в нашем случае, во время того, как делались видеозахваты, да, делали упражнения 6, например, 13, 7, 14, да, и в общей сложности пока что нарешали на 97%. А, допустим, к test yourself мы еще даже не прикасались. У нас, соответственно, здесь написано 0%. И при нажатии на кнопочку print у нас это все выводится на печать. То есть очень удобно. Есть возможность посмотреть сводный отчет о датах, о продолжительности и о качестве выполнения упражнений. В таком случае мы заходим в раздел report, посмотрите, он в самом низу по центру. Нам выводится календарь. Мы можем щелкать и перебирать 2014. У нас, например, сейчас открыт год. Если бы мы щелкнули вперед, то появился бы 2015. Приблизим кусочек из календаря за 2014 год. Так, например, программы пользовались 27 ноября, как мы видим, потому что жирным выделена цифра 27, и в декабре 14 числа. Вот, например, мы хотим с вами посмотреть, что делали 14 декабря. Мы нажимаем на дату и видим, за какое время было выполнено упражнение. Мы видим, какие упражнения выполнялись. Мы видим, по какому разделу выполнялись упражнения и на сколько процентов, то есть каково качество их выполнения. Справился ли до конца ученик все-таки с ними или нет. На форуме сейчас мы буквально на прошлой неделе открыли темы по каждому диску, по каждой обучающей компьютерной программе. И вот сейчас там Татьяна Геннадьевна Митюгина, она, я видела, нас сегодня и сейчас слушает, очень активно пишет о том, как, о своем опыте использования обучающих компьютерных программ. Вот на этом слайде я вам очень хотела задать вопрос, мои дорогие слушатели. Кто же из вас пользуется еще обучающими компьютерными программами на уроках? Вот Галина пишет, я, Наталья Викторовна Власова пишет, я, Деревнина Марина, Анна Смекина. То есть пользуетесь. Немного вижу, прям так, не потоком бежит чат вверх, но пользуюсь. Кто-то пишет, регулярно пользуется. Татьяна Геннадьевна, да, вот я как раз ваш пост вывела сейчас на слайд, что во всех классах регулярно. Кто-то вот пишет, что по, Елена, Наталья Малышева пишет, enjoy English. Кто-то уточняет, что со второго по шестой класс. Вот кто-то уже спрашивает, как оформлять конспект. Таким образом можно вставить слайд и запущать компьютерные программы в конспект. С помощью скриншота попробуйте их вставлять. В начальных классах пользуются. По учебникам, наверное, заблотные биболеты пользуются. А вот кто-то пишет, что боится покупать программы. Не бойтесь, они не кусаются. Кто-то пользуется не этими программами. Кто-то просто пишет, что достаточно часто. То есть я вижу, что в принципе не все 358 человек, которые сейчас слушают, отписались в чате, что пользуются. Соответственно, пообщаемся с теми, кто ответил. Нравится ли вам использовать и когда вы на уроке их успеваете использовать. В конце ли урока включаете деятельность для поднятия мотивации или специально для отработки какого-то вида речевой деятельности. На разных этапах пишут. В основной части урока кто-то просто пишет по-разному. Для отработки лексико-грамматического материала на разных этапах. Зависит от задания. Пишут, что очень удобно для отработки грамматики. Да, действительно, грамматические модели. Я их до этого уже в предыдущем вебинаре показывала. Зависит от цели. Пользуюсь на разных этапах урока. Чаще отрабатывают грамматику, вижу. Чтобы не скучали, малыши любят это. Вот уже спрашивает Антонина Ивановна. Поясните, пожалуйста, как быть, если полетел компьютер. Если полетел компьютер и у вас пропали все обучающие компьютер-программы, которые были установлены, напишите, пожалуйста, на support.comfo.edu.ru Нашу службу техподдержки. У кого-то нет звука. Коллеги, у кого нет звука, попробуйте заморозить видео со мной или перемещайте ползунок громкости на видео с лектором. Бывает такое, что из-за него нет звука. Старшие пишут, тоже любят. Повышают мотивацию. Хорошая иллюстрация видео рядом по аудированию. На разных этапах. Хорошо. А вот во внеурочной деятельности мне тоже интересно. То есть мы видим, в принципе, что и на уроках на разных этапах используют коллеги, и во внеурочной деятельности, и даже кто-то писал, что и дома тоже. В принципе, учащиеся, особенно ответственные родители, покупают и работают с ребятами. Вот как раз почему я взяла этот пост Татьяны Геннадьевны, потому что она здесь описала, что входит в каждую программу. В каждую программу вложен файл с подробными методическими пояснениями. Мы сейчас с вами на это поурочное описание упражнений, про которые Татьяна Геннадьевна писала пост, мы с ним познакомимся. В первую очередь посмотрим, где его брать, как она называется. При покупке диска или когда вы покупаете программу с электронной доставкой, вы открываете этот файл и видите, что там есть файлик под названием guide. Вы его открываете, и в нем уже будет то, как установить программу, как с ней работать, какие значки что обозначают. Пункт 6, например, это как происходит работа под учетной записью teacher. То есть в программах есть специальная учетная запись, которая сделана для того, чтобы облегчить работу учителя. И с ее помощью можно не только посмотреть результат работы учеников на каждом компьютере, но и сохранить их в отдельный файл и при необходимости распечатать. Для этого, то, что для этого нужно сделать, описано все в файле. Также здесь есть поурочное описание упражнений. Вот так оно выглядит. На мой взгляд, очень подробно. И особенно для тех, у кого есть проблема с покупкой второго диска, вы можете использовать этот гайд и готовиться по нему дома, то есть вписывать в конспект себе задачи того или иного упражнения из этого поурочного описания упражнений. Давайте посмотрим на примеры использования обучающих компьютерных программ для достижения планированных результатов. Я не стала сегодня делать ни таблиц, ни каких-либо специальных еще слайдов для того, чтобы показать, какие упражнения и на что будут направлены. Я просто делала либо скриншот, либо и скриншот, и видеозахват, если какие-то упражнения больше понятнее в объяснении конкретно при их выполнении. Вот сейчас перед вами пример для тренировки орфографии. Посмотрите, пожалуйста, даны слова. В словах пропущены либо буквы, либо что-то написано неправильно, и нужно исправить ошибки. При выполнении верным слова будут светиться синим цветом. На фонетику, анализ и классификацию мы с вами посмотрим видеозахват. Пример из happyenglish.ru для второго класса. Задача учащихся послушать и разложить, кликая на грибы, слушать слова, и разложить эти слова, соответственно, грибочки в разные корзинки. Спасибо. Cat Пен Плейн Стрит Пока вижу вопрос в чате, зачитаю, пока он не убежал вверх. Что-то можно сделать, если программа, установленная на компьютер, не стала работать. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки. В любом случае, на последнем слайде я покажу адрес, либо сейчас коллеги напишут вам в чат. Вот тут уже прошу, где взять презентацию по предыдущему вебинару. Посмотрите, пожалуйста, на форуме она выложена. Я думаю, что сейчас тоже коллеги дадут ссылку в чат, чтобы вам было удобнее найти. Итак, то, что мы с вами сейчас смотрели, описано у нас, конечно же, и в этом замечательном поурочном описании упражнений. Написано, что основная задача этого упражнения, которое мы сейчас с вами смотрели в видеозахвате, это развивать фонетические навыки. И полностью описан ход его выполнения. Посмотрите, пожалуйста, нажмите на гриб, прослушайте слово и перетащите гриб в корзину в соответствии с тем звуком, который произносится в слове. Когда все грибы будут перенесены в корзину, нажмите на кнопку «Чек». Слова, перенесенные к неправильному звуку, становятся красного цвета. То есть вы сразу будете знать, что будет, если учащийся ошибется. Это то, что часто спрашивают коллеги на семинарах и на вебинарах. А что будет, если сделать неправильно? Вот, например, в этом мануале это описано. Что будет, если упражнение выполнено неверно? Такой пример упражнения на лексику. Смотрите. Drag the missing words into the sentences. Даны предложения. Даны внизу слова, которые выпали из этих предложений. И учащимся нужно расставить их на верные места. Данное упражнение на лексику из happyenglish.ru для девятого класса мы с вами посмотрим. Это в виде видеозахвата. Что здесь нужно сделать? Нужно соотнести слова так, чтобы получились фразы. Я надеюсь, что у вас все подгружается. Так. Спасибо. Продолжение следует... 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 Это метапредметные действия. То есть они раскладывают пирожки со словами, которые потребляются без артикля, и с артиклем. Давайте посмотрим другой лучший пример на грамматику в видеозахвате. Это будет пример из обучающихся компьютерной программы ко второму классу. Нужно соотнести вопросы и ответы на этот вопрос. Вы, конечно же, видите, что уровень здесь очень сильно отличается от девятого класса. Мы до этого смотрели все-таки взрослые такие упражнения. Здесь у нас уровень второго класса. Надеюсь, что у всех все подгружается. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот был пример. Вижу, пока не убежали вопросы. Спрашивают и про календарно-тематическое планирование в электронном виде. В любом случае, есть страница из книг для учителя. Есть то, чем делятся педагоги. Посмотрите, пожалуйста, на форуме в разделе ресурсы. И вот Алексей Васильевич тоже отвечал про регистрацию в интернет-магазине. Действительно, если у вас вдруг что-то не проходит, а вы зашли уже как пользователь форума в интернет-магазин, то попробуйте просто сменить браузер. Давайте мы посмотрим на следующий пример. Пример у нас следующий из шестого класса уже, happyenglish.ru, конечно. Лексика и заполнение формы. Что мы здесь видим? Учащиеся должны вставить слова, правильно заполнив форму. Соответственно, заполнение формы у нас метапредметное действие. И лексика, лексическое упражнение, это у нас предмета. Предмет достижения предметного результата. Языковые игры. Перед вами сейчас пример из обучающей компьютерной программы к четвертому классу. Учащимся, мы посмотрим ее в видеозахвате, что нужно сделать учащимся. Она, языковая игра, грамматическая в данном случае. Мы посмотрим еще и потом пример на лексику языковой игры. В данном случае учащимся нужно подставлять правильный вспомогательный глагол, либо does, либо do, либо can. Продолжение следует... Вот такой был пример языковой игры на грамматику из четвертого класса с таким веселым мультиком. Если правильно было выполнено данное упражнение. Посмотрим на следующий пример. Следующий пример у нас тоже будет с видеозахватом. Пример на говорение как предметный результат и на достижение взаимопонимания в процессе устного общения. То есть как мета-предметный результат. Пример из обучающей компьютерной программы happyenglish.ru для третьего класса. Учащимся нужно перенести фразы и расставить их в правильном порядке. Пример из обучающей компьютерной программы. 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 Вот такой был пример. Я говорила о том, что покажу вам еще языковую игру на лексику. Как раз сейчас будет такой пример, потому что статичным его скриншотом смотреть не так интересно. В принципе, это тот самый наш квадрат слов, который через разные генераторы можно делать в интернете, но здесь он сделан уже по определенной тематике. В чем здесь сложность? В том, что слова могут располагаться в абсолютно любом направлении, то есть вот так, как нарисованы стрелочки. Давайте посмотрим, как их искать, что будет, если слово выделено правильно. Спасибо. Так, казалось бы, просто находить слова, но никогда они расположены в абсолютно разнообразном порядке. Ну и слово «сосвич» оказалось самое такое запрятанное, на мой взгляд. Но, тем не менее, мы его нашли. То есть, если все слова найдены и выделены правильно орфографически, то есть, опять же, вы здесь проверяете орфографию учащихся, помимо лексики, то они будут выделены синим. Коллеги, а скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате, а ваши ребята какие любят либо языковые игры, либо какие именно упражнения они любят? То есть, не то, что вам нравится с ними проводить, а что просят ребят, чтобы вы им включили? Вот Галина Мадина пишет, это дети должны на экране находить? Да, это дети должны находить на экране. Лексические игры любят, кроссворды любят, шифровки. Конкретно из обучающих компьютерных программ какие? Пятый класс «Червячков» просит каждый раз, пишет Татьяна Геннадьевна. Да, Татьяна Геннадьевна, «Червячков» мы посмотрим. Я сделала видеозахват на них, потому что у вас там в дневнике, на форуме в пост никак не вставить видео. Но вот я сделала, чтобы коллеги могли посмотреть не только в статичной картинке, те, кто, возможно, не использует, но и в видео. Фонетику, лексические кроссворды, всякие, песни любят, на мэтчинг, ребусы. Для малышей, пишет Антонина Ивановна Бережная, печатать трудновато, однако, согласно требованиям в ГОС, мы должны их этому учить. Пятый класс «Ребусы и кроссворды» на выбор лексики. Диалоги любят, грамматическими моделями нравится работать, действительно, обучать компьютерную программу гораздо проще им это все и объяснять, и главное, что это тренировать проще. Игровое, кроссворды, кроссворды, да, в принципе, вижу, что в основном все любят, либо это кроссворды, либо это ребусы, то есть все, что в плане догадки. На фонетику тоже любят отнести звуки. Отлично, давайте посмотрим еще один пример. Здесь уже другая рубрика, то есть до этого мы смотрели «Language Games», теперь рубрика «Language in Use». Пример из восьмого класса, упражнение одновременно на все три вида результатов, на все три группы результатов. Здесь у нас и предметные, посмотрите, мы все делаем на английском, и метапредметные, учащиеся должны здесь заполнять формы, более того, здесь работа с компьютером, конечно же, и личностные в том числе, потому что учащиеся повторяют про писателей. Давайте посмотрим, как это упражнение выполнять. Главное, посмотрите, что здесь добавлена такая сложность, все перемешано внизу, вся информация, которая дана, то есть она дана не под определенным писателем, какая-то информация, чтобы ее расставить в правильные места, а перемешана вообще. Здесь все-таки нужно вспомнить, кто что писал, кто занимался и прозой, как называлась книга, кто главный герой и о чем она. Вот так сам пишет, не любят диалоги. Не любят диалоги. Можно использовать как раз обучающие компьютерные программы, полюбят сразу, потому что при правильном выполнении обязательно будет какой-нибудь интересный мультик. Давайте посмотрим еще один пример. Пример у нас будет в видеозахватом. Мы посмотрим на то, как реализуется письмо, как расставить правильно абзацы в письме и как это можно все потренировать на обучающей компьютерной программе. Пример к девятому классу happyenglish.ru Пример к девятому классу. В случае правильного выполнения упражнения учащиеся получат вот такой мультик. Следующий пример мы посмотрим из четвертого класса. Happyenglish.ru Направлен он на чтение. Я надеюсь, что у вас подгрузилось. Учащиеся читают диалог и должны выбрать... Пример к девятому классу. 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 У кого-то видео еще не работает, но я думаю, что подгрузится. В крайнем случае заморозьте видео со мной. Спасибо за просмотр! Следующий пример мы посмотрим на то, как можно чтение соотнести с метапредметными результатами. Здесь у нас будет работа по инструкции, потому что мы должны будем читать определенный текст и выполнять инструкции, которые там даются. При этом учащиеся должны раскрашивать комнату. Продолжение следует... Продолжение следует... Такой был пример у нас на чтение, когда оно интегрируется с метапредметными результатами. Следующий пример будет уже для ребят-девятиклассников. Здесь мы увидим сразу то, как лексика связана с дефинициями. Это упражнение замечательно поможет ребятам потом разговориться, чтобы, если они забыли какое-то слово, они могут вспомнить его дефиницию и объясниться все равно. И для написания письма в том числе, конечно же. То есть лексика будет уже отработана. Сначала они смотрят и запоминают слово и его определение. Затем карточки перемешиваются, им нужно сделать мячень. Затем карточки перемешиваем. Картинка будет появляться. И в конце учащиеся увидят эту интерактивную картинку полностью. Затем карточки перемешиваем. Вот такой был пример у нас на лексику и дефиниции в девятом классе. Сейчас я вам покажу два примера на то, как можно найти замену словарному диктанту. Первое – это как раз то, о чем я говорила. И Татьяна Кедаль написала в чате, что пятиклассники очень любят червячков. Вот сейчас вы посмотрите, все какое упражнение мы имели в виду. Продолжение следует... То есть это упражнение в форме «Поле чудес» по тем словам, по той лексике, которые чащееся на этом уроке проходили. Сотраем в одну очко, мы выиграли у компьютера. Еще один пример того, как можно провести замену словарному диктанту. Пример также из пятого класса. Здесь он у нас уже на пары слов. Смотрите, пожалуйста, нужно сначала соотнести слово с переводом. Да, вот Аникина Юлия пишет, очень наглядные червячки. После того, как учащиеся правильно соотнесли слово с переводом, они видят картинку. Орфографию их посмотрели. И при нажатии кнопочки «Далее» у учащихся появляются эти же слова, но уже с пропусками в буквах. Соответственно, их задача – это вставить пропущенные буквы. И forensicos «Далее» у учащихся. Да, нет звука, потому что упражнение без звука. У нас здесь с вами тренируется орфография. Замечательная замена словарному диктанту. Нажимаем кнопочку проверки. Если все правильно, то слова высветятся синим. И я сегодня говорила об интерактивных плакатах. Сейчас посмотрим с вами два примера из интерактивных плакатов к happyenglish.ru. Первый пример будет на алфавит, а второй будет на введение одного грамматического явления. Давайте посмотрим про алфавит. Так, учащиеся должны кликнуть на кнопочку play, выбрать, что они будут подбирать. Большую букву в большой, большую к маленькой или маленькую к маленькой. Можем в любой момент щелкнуть на знак вопроса. В случае, если правильно выбирается буква, то ее вот так вот рисуют. Если неправильно, то мы сейчас посмотрим. В случае, если буква выбирается неправильно, то раздается такой вот неприятный звук. И еще один пример на ввод грамматического явления would you like? Давайте посмотрим, как он отображен на интерактивных плакатах. I would like some apples. Would you like green apples? No, thanks. I'd like some red apples. Вот такой был пример. Пока вижу в чате ссылки очень хорошие. Но, по-моему, диски устанавливают только на один компьютер. Да, один код на один компьютер. Переустановить, то есть снести программу, установить ее заново, можете ее 10 раз. Перенести лицензию. Алексей Васильевич пишет об прошедшем вебинаре в декабре. В декабре был вебинар по Enjoy English. Если я не ошибаюсь, то он был 18 декабря. Можете посмотреть и видеозапись. И если у вас вдруг нет времени смотреть видеозапись, можете посмотреть вкратце презентацию с вебинара. Кто-то обсуждает уже и про 11 класс у Enjoy English. Не знаю, вот не соглашусь. Я работала по 11 классу неоднократно по мероприятиям. Моим учащимся как-то он сложным не показался, слава богу. Коллеги, давайте посмотрим, где используются, где были установки обучающих компьютерных программ. Это 32 стороны на данный момент. Посмотрите, занятно то, что здесь не только страны Евросоюза, Германия, Польша, Франция, Швейцария и так далее, но и страны, бывшие СССР, Азербайджан, например, Белоруссия. И в том числе мы видим здесь и Грецию в списке, и видим даже Саудовскую Аравию и Турцию. Вот так вот занятно посмотреть, где устанавливались обучающие компьютерные программы и где их используют. И я сразу выведу на слайды ответы на часто задаваемые вопросы, хотя я сегодня, в принципе, на них уже отвечала в чате. Почему обучающие компьютерные программы можно устанавливать только на один компьютер? Ответ простой. Защита программных продуктов – это стандартная практика правообладателей во всем мире. Купить обучающие компьютерные программы можно в книжных магазинах вашего города или в интернет-магазине издательства «Титул». Можно ли использовать обучающие компьютерные программы с другими УМК? Да, в принципе, можно, но нужно обязательно изучить весь диск полностью, то есть всю программу, и уже подобрать необходимые упражнения. И вот то, что сегодня же неоднократно задавали вопрос, куда писать, если есть какая-то проблема, если сломался компьютер, если не устанавливается программа и так далее. Пишите письмо «Служба технической поддержки». Адрес есть на каждом диске на коробочке сзади. Смотрите. support.comfu.edu.ru Если у вас есть ко мне какие-то сейчас вопросы, то они приветствуются. Есть ли для компьютерного класса сетевая? Нет, нету. Вот как раз Алексей Васильевич параллельно отвечает. Приятно, что с нами сегодня три представителя титула. Следим за вебинарами. Коллеги, следите. На март планируется большое количество вебинаров. Помните, что, я надеюсь, что помните, что в пятницу будет замечательный вебинар-презентация. Будут проводить Алексей Васильевич Кнабеев и Илья Михайлович Пуров. Презентовать будут и показывать вам учебник английский для взрослых. На то, что не соответствует заданию, обязательно обратим внимание. Коллеги, о таких несоответствиях или если у вас что-то где-то не сработало, где-то слово не подошло, пишите, пожалуйста, на форум. В крайнем случае, вы сейчас видите здесь мой имейл. Вы можете мне написать, я перешлю нашим техникам. Можно ли выводить программу на интерактивную доску? Да, можно и нужно. И очень замечательно ребята по ней работают, когда вы выводите на доску. Они готовы в очередь стоять, лишь бы к доске пробиться. В основном я вижу... Можно ли еще раз ключ? Какой ключ? Какой ключ? Вопросов больше не вижу. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, пишите либо на форум, кроме вопроса про сертификат, либо на форум, либо мне на имейл. Я с вами буду прощаться. Мы сейчас в чат вам положим код для генерации сертификата. И, как всегда, прошу вас обратить внимание на то, что сертификат вы можете сгенерировать только в течение трех часов после окончания вебинара. То есть, получается, если сейчас у нас с вами без 15,6, то до без 15,9. Коллеги, я с вами буду прощаться. До новых встреч, до новых вебинаров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok